В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Видное в сугробах коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. В некоторых дворах колья на проезжей части достигает такой высоты, что легковому автомобилю с низкой посадкой проехать почти невозможно. Долгожданный подарок. К юбилею у оборонно-спортивного клуба «Ратник» появилось новое помещение. Здесь малыши будут в основном заниматься. История новогодней игрушки. В музее-заповеднике Горки Ленинские новая экспозиция. Эти игрушки изготовлены уже по современным технологиям, но изображают они именно старинные какие-то предметы. Поистине стихийное бедствие обрушилось на Московскую область. Снегопад привел к транспортным проблемам и неудобству пешеходов. Виновчане жалуются на плохую уборку территории. В нашу редакцию ежедневно поступают звонки с просьбами разобраться с ситуацией. Корреспондент Юлия Пагасьян прошлась по улицам города, чтобы оценить масштабы произошедшего. Зима, как обычно, пришла неожиданно. И снегопад, который в московском регионе начался в воскресенье, показал, насколько коммунальные службы готовы к подобному роду стихийным бедствиям. «Ужасно. По сравнению с Москвой, это ужасно. Невозможно припарковаться вечером. Все в сугробах. Какие-то есть участки наиболее тяжелые?» «Ну, все видно, мне кажется, тяжелые. Именно видные, да, тяжелые». В некоторых дворах колея на проезжей части достигает такой высоты, что легковому автомобилю с низкой посадкой проехать почти невозможно. Много жала поступает от жителей шестого микрорайона, где управляющая компания, кажется, совсем не справляется со своими обязанностями. Парковочные места засыпаны снегом, тротуары не пройти. «Хотелось бы, конечно, чтобы почище было, потому что очень сложно ходить. Я, мама, конечно, без коляски, но я не представляю, каково мамочкам, которые с колясками идут. Это же реально не проехать». «Не справляются ни капельки, потому что машины ездят. Побывают по 5-10 минут, выезжаются пора, и это все доставляет дискомфорт». «Все тот же шестой микрорайон, но уже муниципальная дорога и тротуар. Вдоль березового леса, напротив Ольховой-2. Здесь пешеходная дорожка не чистилась с начала зимы. Гладкая она стала только потому, что люди притоптали, а территория, где можно пройти, сократилась до минимума. Ближе к центру, в старой части города, видно, и ситуация разительно отличается от микрорайонов. Здесь снег почищен до асфальта. И на проезжей части, и на тротуаре». «Город справляется своим этим. Я бывший дорожник сама. В целом, в целом, чисто, молодцы». «В целом, ситуация налаживается потихоньку, но снег убирается. Этому еще способствует то, что осадки почти прекратились. Берегите себя и будьте аккуратны». По району дежурили Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно.ТВ. В минувшем году оборонно-спортивный клуб «Радник» отметил юбилей. Самым значимым подарком к 30-летию стало новое помещение, в котором смогут заниматься самые юные воспитанники клуба. На тренировке в новом зале побывала и наша съемочная группа. «Эту руку за спину, на плечах практически вот так. А здесь сделал замок». Пока дни выполняют элементы приема, другие внимательно смотрят и слушают наставника. Занятия в зале уже идут, и каждая минута тренировочного времени задействована по полной. Отвлекаются лишь увидев гостей, которые пришли порадоваться вместе с ребятами новому приобретению. Ведь помещение лишь недавно было отремонтировано и передано в пользование клуба «Радник». Михаил Каноненко – бессменный руководитель клуба на протяжении всех 30 лет. С гордостью делится с гостями последними успехами воспитанников в Кубке Всемирной Федерации Боевого Самбо. Али у нас второе место. Ваня с серьезным соперником, там с мастером бился. Али Абдулаев в клубе занимается пятый год. Среди его кумиров – Хабиб Нурмагамедов. Мальчишка хочет быть, как он выразился, таким же стремительным. «Защищать маму, за свою родину постоять». «В армию ты пойдешь?» «Конечно пойду». В оборонно-спортивном клубе сызмальство учат в первую очередь любви к своей семье и к своей родной земле. Ребятам рассказывают об истории нашей страны, о боевых подвигах героев, защищавших Россию в разное время. Я научился стоять за себя, научился защищать своих родных, девочек, научился делать броски. Сегодня в клубе занимаются порядка 80 мальчишек и девчонок от 6 лет. «Мы берем всех, отбора нет. Главное – желание», – говорит Михаил Ильич. Для такого числа ребят места и правда было маловато. Поэтому предложение хозяйки цветочной галереи, располагавшейся здесь ранее, о безвозмездной передаче помещения клуба, было принято администрацией с благодарностью. Для меня это, прежде всего, создание условий для занятий существующих клубов и для развития этих клубов, и для того, чтобы немножко уверенно смотреть будущее. В этот день дарительница Татьяна Щеголева тоже была среди гостей и от души радовалась, что у ребят теперь есть возможность заниматься в более просторном зале. Сейчас потоки разведем, потому что там нагрузка на тот зал большая. Здесь малыши будут в основном заниматься. Ну а то, что зал уже стал своим и ребята прижились на новой территории, показывают рисунки на стенах. Их, к слову, нарисовал один из пап. В одном из выставочных залов музея-заповедника Горки-Ленинские работает экспозиция под названием «История новогодней игрушки». Она составлена из раритетов, собранных коллекционером Виктории Рыбаковой. Побывала на выставке и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. В южном флигеле усадебного ансамбля музея-заповедника Горки-Ленинские разместилась совсем небольшая, но довольно необычная экспозиция. И хотя называется она «История новогодней игрушки», встретить здесь можно и бытовые предметы, популярные в начале 20 века. По сути, перед нами небольшая часть истории целой семьи. Музей в этом году представляет предметы из частной коллекции Виктории Рыбаковой. Это предметы, личные вещи ее семьи, которые после революции передавались из поколения в поколение. Здесь представлены личные вещи ее бабушки. Вот она здесь изображена на фото Анны Михайловны Рыбаковой, 1905 года рождения. Но так как выставка посвящена именно новогодней игрушке, естественно, что большую часть составляют именно елочные и домашние украшения. Вот это игрушки 20-х годов, но у нас здесь представлены в этой витрине игрушки более позднего периода. Вот эти игрушки появились после Великой Отечественной войны, называются они «картонаж». Листы картонные содержали вот эти отпечатанные изображения, их нужно было самостоятельно вырезать, склеивать, украшать ими елку. По смыслу выставка разделена на три части. Первая половина 20 века, советское время и современные игрушки, сделанные под старину. Эти игрушки изготовлены уже по современным технологиям, но изображают они именно старинные какие-то предметы. Вот такой шар в неорусском стиле, стала популярна рождественская тематика, появились ангелы. Людям старшего поколения наверняка понравится стенд с игрушками позднего социализма. Здесь представлены игрушки как раз разных периодов. В 50-е были очень популярны игрушки-прищепки, которые крепились на елку именно с помощью прищепок. Была даже выпущена серия игрушек «15 республик, 15 сестер». Во времена Никиты Сергеевича Хрущева была очень популярна вот такая овощная тема, початки кукурузы и игрушки изображали вот такие плоды, достижения народного хозяйства. Новогодняя елка украшена не только старинными игрушками, но и открытками. Это тоже подлинные открытки, они также из коллекции Виктории Рыбаковой. И открытки эти уже советского периода, елка украшена именно по периодам, они также отражают вот эти символы идеологии советского государства. По отзывам эта выставка вызывает живой интерес не только у детей, но и у взрослых. Конечно, детей привлекает эта выставка вот этим ощущением праздника, узнаванием, может быть, каких-то похожих игрушек. А у взрослых они вызывают ностальгические чувства, а многие взрослые узнают здесь игрушки из собственного детства, которые украшали их елки. Поспешите, выставка будет работать только до 16 января. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. После Нового года и Рождества традиционно начинаются святочные дни. Они закончатся вечером 18 января, накануне Богоявления. А пока проходят как большие массовые торжества, так и теплые, практически семейные посиделки, посвященные светлому празднику. В Центральной библиотеке прошел рождественский праздник для детей из Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. В гости к ребятам пришел иеромонах Сафроний, настоятель Успенского храма города Видное. Когда он родился, помимо того, что люди пришли поклониться Богу-младенцу, как вы знаете, волхвы, например, пастухи, и каждые принесли свои дары и подарки. Дар – это подарок. Но вот так же и природа. Все звери, животные, травы, цветы, деревья пришли поклониться Богу-младенцу. Ребята с интересом послушали не только удивительную рождественскую историю, но и рассказ о жизни гениального хирурга, священника Луки Война-Ясенецкого. После тематической части праздника организаторы перешли к развлекательной. К участию в интересной игровой программе подключились все. Давайте мы с вами сначала немножко поиграем, потанцуем. Возможно, одна звезда зажжется, а может быть, сразу все. Также дети с удовольствием приняли участие в мастер-классе и сделали красивую игрушку для настроения. Праздник завершился вручением новогодних подарков и сладостей. Здесь учатся понимать эмоции и управлять ими, отстаивать свою точку зрения и взаимодействовать с окружающим миром. Век гаджетов, интернета и дефицита личного общения, развитие этих навыков особенно ценно. Мы побывали на заседании клуба «Мастерская эмоций» и готовы рассказать, как это работает. Говорят, в споре рождается истина. Но что делать, если эмоции настолько захлестнули, что отстоять свою точку зрения и подобрать аргументы просто не получается. Выбранная вами, любимая – это ваша ценность. И когда задевает ваша ценность, вы начинаете злиться, начинаете волноваться, выбивает вас из колеёбра. Управлять своими эмоциями как раз учат на заседаниях клуба «Мастерская эмоций», которые проходят каждую неделю в Центральной библиотеке. Ведь даже злость, оказывается, может быть конструктивной, когда позволяет не прогибаться под мнение других и отстоять свою точку зрения. Чтобы также понимать, что человек чувствует, почему, по какой причине человек это чувствует и куда это может привести эта эмоция. И управление эмоциями. Использование также эмоций для решения своих личных задач. То есть эмоции как ресурс. Главная цель таких занятий – социализация детей и развитие их коммуникабельности. Тема эмоционального интеллекта очень близка многим родителям, потому что сейчас очень многие дети гиперактивны. Они сами не могут управлять своими эмоциями. Они вообще даже иногда сталкиваются с какой-то проблемой и не знают, как вести себя. Поэтому вот эти занятия, мне кажется, направляют детей, и это здорово. На заседаниях клуба «Ребята» изучают и анализируют литературные произведения, мультфильмы и иллюстрации. Обсуждают, как те или иные слова и действия влияют на ход событий. А также играют в сюжетно-ролевые игры. В последний раз им понравился в магазин мы играли. Это же модель общения в обществе, поведения в обществе. То есть подойти к продавцу или в библиотеку играли. Обязательно поздороваться, обязательно вопрос-ответ общения. Это тоже раскрепощает уверенность в себе. Десятилетняя видновчанка Аня Топал ходит на заседание клуба «Мастерская эмоций» с самого открытия. Девочку привлекает то, что занятия всегда проходят интересно и разнообразно, а также можно в волю порассуждать на самые разные темы. У нас бывают игровые занятия, мы читаем и иногда мы можем интеллект. Делаем разные поделки, не поделки, рисуем, разговариваем. А вот девятилетний Саша Власов рассказал, что ему больше нравится читать эмоции. Нам показывают новые эмоции, мы их угадываем, говорим эмоции, повторяем все. А потом у своих одноклассников, друзей можешь определить эмоции? Да. Заседание клуба проходит в Центральной библиотеке каждый вторник в 17.00. Приходите, скучно не будет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Воспитанники спортивного клуба «Богатырь» совсем скоро отправятся сразу на несколько крупных соревнований по тяжелой атлетике. Сейчас спортсмены активно готовятся к первенствам. На одной из тренировок побывала наша съемочная группа. Как рассказал руководитель клуба «Богатырь» и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Московской области Алексей Корытько, впереди у спортсменов три очень важных мероприятия. Дети 10-15 лет у нас готовятся в город Чехов. На спортивной базе будет всероссийский турнир в памяти олимпийского чемпиона. Там приезжает очень много народу. Всем детям нравится. Сейчас вот дети подготовкой идут. Средний возраст у нас до 17 лет будет первенство России в Старом Осколе. Также это будет ответственный старт, отбор на первенство Европы. А мастера спорта поедут на Кубок России, который пройдет с 3 по 10 февраля в Орле. Стоит отметить, что на этих соревнованиях просматривают кандидатов в сборную страны. Также они станут отборочными для апрельского чемпионата Европы. Я думаю попасть в тройку. Призываю места. С места. Зачеты обязательно дать. 16-летний Александр Кашин занимается тяжелой атлетикой 2,5 года. В ближайшее время спортсмен отправится на первенство России. Довольно часто я выступаю. Тренируюсь я уже где-то 2,5 года. Много раз выступал на Московской области. И это будет второй раз на первенство России. А в прошлый раз я выступал в прошлом году в ноябре до 18 лет. Не отстают и совсем юные спортсмены. Арсений Бартышев и Роман Рубан поедут в Чехов на всероссийский турнир. Это будут их первые соревнования. Буду стараться поднять место. И надо поднять не очень много килограмм. Мне нравится. Еще я подготавливаюсь. То есть, занимаюсь физкультурой и подготавливаюсь, например, к ГТО и спортивным всяким состязаниям. Сейчас тяжелоатлеты активно тренируются, чтобы быть в форме к ответственным спортивным мероприятиям. Мы воспользовались тем, что были праздники, у нас каникулы у всех. Мы занимались две тренировки в день даже. Утренние в 9 утра и в обед, после обеда 3 часа. То есть, полноценно воспользовались праздниками для подготовки. На зимних каникулах мы не отдыхали. Мы упорно тренировались, чтобы показать достойный результат на соревнованиях. Исправляем свои ошибки, чтобы не проецировать их на помосте. В упражнении толчок бывает вперед немного хожу и ровняю штангу. В копилке спортивного клуба «Богатырь» уже немало наград. И надеемся, что и на предстоящих соревнованиях видновские тяжелоатлеты выступят с отличными результатами. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.